Всем привет! Леонид Котвицкий. Хотел сегодня немножко обсудить и показать такую вещь, как ступицы мотоблока. Какими они должны быть, какими не должны быть. Я тут обзавелся немножко разными ступицами, ну а в течение пользования мотоблоком вообще были всякие разные. И по ходу могу рассказать, значит. Значит, какая часто проблема дешевых ступиц к мотоблоку. Здесь у меня ступицы от мотоблока Зубра, вот, чтобы так сразу на них может быть не видно, а вот здесь есть обрезок, когда срезано, так, потому что в ходе здесь сточено, чтобы легче надевалось. Вот ступицы под шестигранник 32 мм. Так вот на этом срезанном лучше видно, что стенка довольно толстая. Ну и эта довольно толстая составляет, это 4,5 мм. Так, 4,5 мм составляет. Какие же бывают ступицы? Значит, часто начинающий мотоблочник, кто купил мотоблок, не знает, во сколько это потом выльется. Купишь мотоблок, так, сразу стараешься на те деньги, которые у тебя, купить что-то подороже, глажится хорошенько, а потом бах, оказывается, к мотоблоку еще столько всего надо, так, и начинаешь экономить на этом все. Ну и что получается? Давайте-ка о том, что должно быть в хороших ступицах и полосях, ну, а что уже попадается в плохих. Что, как говорится, что имеем, то имеем. Так вот, первое, толщина стенки. Так, нормальная стеночка. Тут в начале может быть такой срез для лучшего надевания вот здесь, поэтому сразу не видно толщины, но когда уже отрезана труба, так, с этой стороны, то видно, что стеночка довольно толстая. Я вот замерю на эту стенку, это уже на нормальных ступицах, здесь 4,5 мм. 4,5 мм, это уже довольно прилично. Вот, могу взять другой вариант. Вот, куплены были такие полоси со ступицами, тут они и, типа, дифференциальные, так называемые. Так вот, здесь стеночка, там миллиметра, ну, я сейчас не могу, так как уже наварено дальше, более толстые, но здесь где-то 2,5 мм толщины, не более. Вот, стеночка тонехонькая, тонехонькая. Более того, полуось это должна быть из цельного профиля, так, значит, какой-то шовчик в профиле может быть, так, но он должен быть цельно тянутым уже с завода. Вот это лучший вариант. А там я как-то смотрел, а там оно состоит из двух половинок таких, и они сварены, сваркой просто по шву. Прям видно, что сварены, если это закрашено краской, конечно, но присмотрелся, сварены. То есть, вообще, ощущение, что был взят квадратный какой-то профиль, квадратная труба, разрезан, разогнуты эти бока, и приварены уже стали шестигранником. Может, не так, может, гнули из листа, гнули вдоль, а потом сваривали две половинки. Но сваренные, еще и тонкие, оно, естественно, очень быстро будет раздавливаться, начинать люфтить, так, начинать создавать проблемы. Поэтому толщина стенки должна быть хорошая. Возможно, кто-то, какие-то модели существуют, что выпускают тонкие стенки, но из какого-то крепкого очень сплава, так, что он даже тонкий, но крепкий, но крепкий. Может, но я не вижу смысла в этом. Потому что, если полуось тяжелая, если колеса тяжелые в мотоблоке, в общем, низ мотоблока, если тяжелый, это только в плюс. Так, он становится устойчивее, он меньше его мотает и так далее. Поэтому, пусть лучше будет из простого металла, из каких-то там не супермарок стали, но толстые, с хорошим запасом, чем оно будет тонкое, но какое-то там сверхпрочное. Тем более, если ты покупаешь по интернету, как ты определишь, там, сверхпрочное оно или нет с виду. А вот толщину стенки можно спросить. Хотя бы 4 мм, это уже хорошо. Другая вещь. Соответствие размеров. Вот, например, 32 шестигранник у меня, довольно распространенный вариант. Но иногда выпускают или полуоси, или фрезы, или там активные роторы, так, и вроде бы написано 32 шестигранник, а там 33, 34, 34 и даже с половиной. Вот. Вот я сейчас замерю. ровно 32, тетелька в тетельку. Но я еще могу понять того производителя, который выпустит 32,5 диаметра. Ладно, потому что, возможно, вал у клиента, он же не знает, какой у клиента мотоблок. Может, у клиента вал вот настолько точно 32, что вот прям и не наденется, либо будет надеваться с забиванием молотком или кувалдой, да. Вот. Можно полмиллиметра сделать запасик, но когда оно, например, 2 миллиметра больше, то это порождает целые проблемы и ничего хорошего в этом нет. Будет разбиваться отверстие, будет все люфтить, будет вот так вот ходить все. Могу показать пример со своими активными роторами. Они у меня теперь самодельные, но сама вот то начало, где они надеваются, там именно было куплено как 32 миллиметра, так все, под 32 вал. А реальность показываю. вот смотрите здесь какое происходит движение относительно насадки, относительно оси. Вот здесь тоже в этих роторах было заявлено как 32 шестигранник, вот, люфт, люфт их самих можете посмотреть, и это было соответственно уже в новых, потому что реально там, вот через это отверстие видно насколько оно ерзает, одно относительно другого, вот, потому что реально я замерил, они внутри 34 и 33 с половиной миллиметра, а не 32. Соответственно они уже в новые, они уже вот так вот ерзали. Вот, и соответственно эти отверстия разбиваются только так, стопоры эти постоянно гнет, потому что оно смещается относительно вала, так, относительно вала эта штука смещается, вся нагрузка ложится на стопор, разбивается отверстие и так далее. В общем, оно ведет себя почти как круглое, так, вся нагрузка на тот бедный стопор и на бедные отверстия. Не должно так быть. Видели, да, своими глазами что происходит? И это все будет раздалбываться, люфтить и так далее и ничего от этого хорошего. Значит, толстая стенка точные размеры желательно узнать до покупки, пусть перемерят. Не просто там, да, оно зазначено как 32 мм, попросить, если по интернету покупаете, вы, пожалуйста, возьмите штанги циркуль и замерьте. Мне нужно точно знать, точно там 32 мм или нет, потому что вот такое вот бывает. Теперь, толщина самой вот этой стеночки тоже должна быть приличная, так, уже ступицы, так, здесь, например, если взять 5 мм, вот, потому что, если она будет слишком тонкая и будет гнуться, так, то потом будет вот так вот вам ходить восьмеркой колесо, что, соответственно, не добавит ни динамики, ни никакой пользы. Должно быть прочно и здесь тоже не сэкономлено. И вот, что касаемо вот этих так называемых дифференциальных полуосей, так, значит, ну, это такой примитивный способ хоть как-то заменить отсутствие дифференциала в редукторе, так, или разблокиратор полуосей. Ну, хорошо, хоть так, по крайней мере, с резиновыми колесами это более-менее срабатывает, и если не очень тяжелое навесное, это более-менее разворачиваться еще можно, и мотодок не очень тяжелый. Вот, с грунтозацепами уже не совсем так, но, если здесь слабые подшипники, так, значит, есть варианты с одним подшипником, есть с двумя подшипниками, ну, и сами подшипники, качества их разные, так, оно будет люфтить. Если этот люфт минимальный, то оно еще ладно, так, я здесь вот, например, минимальный, в этом отличается тонкими стенками, и даже, даже здесь можете увидеть, на винты, на болты прикручено, а здесь уже вздулось, выпукло стало, то есть, тонкие стенки и в ступице, и тонкие стенки в самой полуоси, короче, так себе, купил по дешевке, теперь жалеешь. Вот, вот, эти полуоси, да, они доваренные, чтобы увеличить ширину, но это оригинальные, которые были с мотоблоком ДТЗ 570 БН, так, вот вам их люфт, причем, такой люфт был уже где-то через месяца полтора-два использования, так, я то их скручиваю болтами, так, я на них не езжу, я довольно быстро понял, привалил гайки и начал их скручивать болтами, но когда они скручены, то, естественно, уже тогда люфта нет, оно жестко стоит, но вот смотрите, какое, что это за подшипники, что это за скрутка, так, как оно, как оно вот так вот держится, значит, будет и при езде на таком и колесо посмирить, хотя ездить с таким не рекомендуется, и если будешь идти на огороде по узеньким рядкам, так, где нужно точно, точно, чтобы шло колесо, а колесо будет ходить вот так, а если это еще металлические грунтозацепы, то они тебе будут портить рядки, выбивать их. Вот, собираюсь завтра морковь подкапывать, так, раскапывать рядки, чтобы было легко выдергивать, и вот теперь думаю, да, не будет ли она мне эту морковь количить, ну, вроде бы у меня между ряде 30-35 сантиметров, а эта штука 15, то надеюсь, что не будет, но если увижу, что колесо сильно ходит, мне придется их скрутить болтами, чтобы не люфтило, и идти уже без все без вот этих вот воспомогательных, как бы, как бы дифференциальных действий, так разворачиваться станет тяжелее, хотя, если оно с грунтозацепы, да еще с шипами, то практически вот эти вот дифференциальные полосы ничего не дают. Короче, сама по себе система предполагает, что там быстро разовьется люфт в этой штуке, вот, а если там еще и подшипники не очень качества, так, не сильного, то люфт будет большой и ощутимый, так, значит, нужно вот это понимать, что эти полуоси, они не любят нагрузок, так, и они так себе, для редких задач, если их использовать часто, это очень быстро начнется вот такое вот, вот, ну, и касаемо круглых полуосей, круглые полуоси, вот я вам покажу разбитое отверстие, так, когда-то оно было кругленьким, оно быстро-быстро-быстро разбивалось, это уже полуось отрезанная, уже неиспользуемая, значит, шестигранники хороши по-своему, круглые считаются лучшими только ради одного, что если стопор и где-то жесткий попадет клин, так, где-то войдут там фрезы, например, в жесткий клин, так, то сорвет, значит, стопор, срежет этого стопора, вот, но это при условии, что стопор будет именно подходящей крепости, слишком мягкий, если использовать обычные болты твердости 5,8, они срезаются вообще при любой работе, очень быстро, если использовать сверхпрочные, то их и не срежет, при клине, скорее тебе редуктор задерется и поломается, чем этот стопор, он еще должен быть удачной твердости, вот, но, ну, используют, есть с круглыми, значит, полуосями модели, вот, и в них очень быстро начинает разбивать отверстие, хоть бы какая была толстая труба, поскольку вся нагрузка ложится на этот стопор, стопор бьет по трубе, и эту полуося очень быстро разбивает, ну, выход, видите, здесь, берутся гайки, в начале и в конце пути, привариваются с двух сторон гайки, если гайка такого же диаметра, как и стопор, то может быть, что резьба будет мешать, пролезать, поэтому надо взять сверло, и рассверлить немножко эту резьбу, высверлить резьбу, либо взять гайку большего диаметра, например, стопор десятка, взять гайку одиннадцатку, двенадцатку, гайка и служит гораздо дольше, труба не будет разбиваться, и если уже прям разобьет гайку, там за долгий и долгий срок службы станет ее стенка совсем тоненькой, то срезав болгаркой гайку, приварил новую, опять надолго, вот такой вариант, единственное, что стопоры тогда надо будет длиннее, так вот, например, такие, которые в комплекте с мотоблоком, и уже их будет не хватать, надо будет искать более длинный стопор, но зато вот этого вот разбивания, все, не будет. И последнее, что я хотел сказать, это длина, длина ступиц, так, хорошо, когда такие вот есть длиннющие ступицы, так, я, кстати, их взял с запасом, да, кстати, это ступицы зубровские, от мотоблока зубра, хорошо, когда есть такие, можно сделать широкую колею, так, если надо, так, но надо помнить один момент, если из мотоблока, выходит из редуктора, очень короткий такой вал, так, вал, там, ось, так, ось, полуось, как, какой модели, так, значит, если короткий, очень выходит вал, бывают такие, 7-8 сантиметров, валы выходят, и ты на этот коротенький вал, наденешь вот такую вот полуось, так, если еще дашь хорошую нагрузку на мотоблок, или он сам тяжелый, или тяжелый прицеп, или навесное тяжелое, то на этих коротеньких полуосях оно раздолбется очень быстро, так, в этом месте перехода, оно очень быстро начнет раздолбливаться, и начнет происходить вот такая ситуация, вот, вот такая ситуация, и это относится и к фрезам, если надето много фрез, а там коротенький из редуктора торчит такой, вау, так, надето много фрез, то эти фрезы будут вот так, дугообразно изгибаться, вот, и в центре будет хорошо фрезеровать, а чем дальше, тем мельче будет фрезеровать, неравноморная обработка, вот у меня роторы, аналогично, роторы длинные, ну, у меня вау-то достаточный, из редуктора запас есть, вот, но если бы был, там дело в несовпадении размеров, но даже если бы были размеры совпадали, вот, и был бы короткий вал, очень быстро бы эти роторы раздолбились, поскольку они работают под хорошей такой нагрузочкой, и стали вот такими, не горизонтальными, а вот так, и по центру они глубоко будут обрабатывать, а чем дальше от центра, тем мельче и мельче, так вот, чтобы надевать такое, что-то длинное, так, соответственно, вал в редукторе тоже должен быть длинный, так, ищите за меня в интернете валы своего диаметра, вот, в моем, в ДТЗ, например, вообще просто там два болта выкрутил снаружи, и вытащил этот вал, ставил другой себе длинный или короткий, так, взамен закрутил два болтика, и они его застоплили, все, ну, в более сложных моделях, возможно, потребуется разборка самого редуктора, чтобы поменять, то тоже надо изучать, как какая модель, вот, и, но, если делаешь широко, так, то и вал из редуктора выходящий, там, ось или полуоси, две, смотри, какая модель, да, они тоже должны быть длинными, иначе произойдет очень быстро, вот такое, и я недавно видел ситуацию, поделюсь, кстати, ссылочками, где покупал вот эти, хорошие, я их использую не только для того, что мне нужны такой длины, а еще я распиливаю, и там, где покупал тонкие и ерундовые, теперь перевариваю, и говорю, уже с нормальными, полуосями, ступицами нормальной толщины, ну, приходится переделывать, если сразу нормально не купил, так вот, были у меня еще двадцать четверки, вот здесь 32 диаметра, а тут были двадцать четверки, в тех двадцать четверках тоже толщина стенки 4,5 миллиметра, не два, потому что, а, это же двадцать четверки, видимо, там нагрузка меньше, нет, тоже хорошая толщина, но сейчас не покажу, почему, потому что, да, знакомая история, и то, как раз, картофель тогда у себя уже докапывал, смотрю, а он идет, у него там такой, ну, мотокультиватор скорее, чем мотоблок, вот, идет, полметра прошел, и дерг, вырывает, опять чуть-чуть прошел, вырывает, вырывает, ну, видно, что картофель копает, но это кошмар, каждые полметра он стоит и выдергивает, и выдергивает, это все, вся работа на руки, я пришел, смотрю, ну, там колесики небольшие, один недостаток, значит, уже редуктор низко, правда, хорошо, что гребней почти не было видно, чисто символической гребней, там, в пару сантиметров, видно, этим же мотоблоком, и не получалось эти гребни на, на, сыпать высокие, ой, плохо там была копалка вцеплена, так, что болталась, я потом показал ему регулируемую сцепку, что надо сделать, но я смотрю, а колеса там, мало того, что они маленькие, так, они вот так, о, вот буквально, вот так, то есть там такое было несовпадение вала и вот этих полуосей, такое несовпадение, так, и, возможно, еще разбиты были, я уже не заглядывал, вот так колеса, и редуктор в результате, так, вообще в землю впирается, лежит на земле, и он чуть-чуть пройдет, эти колеса скребут, в землю уперлась, и стоит, выдергивает руками эту картофель, опять чуть-чуть прошел, редуктор в землю уперся, и выдергивает, ну, короче, так, печальное зрелище, может даже лопатой было бы легче, ну, ну, или примерно как лопатой, ну, короче, мотоблок там мало что помогал, то я эти 24-ки увидел, что у него шестигранник по 24, говорю, иди у меня возьмешь нормальные ступицы, он мне деньги дал, то получается продал, вот, и, короче, эти 24-ки отдал, все, сразу стало ровненько, сразу редуктор хоть немножко поднялся над землей, еще бы там колесики большего диаметра, и вообще бы пошло шикарно, вот такое, короче, бывают такие печальные зрелища, как смотришь, думаешь, йо-йо-йо-йо-й, пожелаю, чтобы у вас такого не было, пусть у вас будет и толщина, и диаметр, и все совпадение, вот, все, что надо, и пусть это все будет с самого начала, когда еще покупаешь, в том числе в покупаемых роторах, покупаемых фрезах, там тоже бывает, уже если не сам производитель продает вместе с мотоблоком, а другое, то часто тоже так экономят, что страшно, короче, пусть у вас такого не будет, и будет у вас все хорошо, а на что смотреть, я поделился, если что-то упустил, напишите, буду рад почитать ваши комментарии, я тоже мало еще знаю, и всегда рад полезной информации, все, всем пока, с вами был Леонид Катрицкий, с вами был Леонид Катрицкий, А. И. Продолжение следует...